МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Первый независимый ЗАП-ТВ. В студии Ирина Никифорова. Мы показываем новости 4 из Абайкальского края. Спонсор выпуска – ООО «Талатуйское». На работу вахтовым методом ВОО «Талатуйское» требуются специалисты по режиму и сохранности, машинисты механического виброкатка, автогрейдера и экскаватора, водители по перевозке горной массы, по перевозке воды и автогидроподъемника, слесарь КПА, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщики, ведущий инженер ОКС. Телефон 8-914-520-00-91. И сегодня вы увидите. Пожары бушуют рядом с селом Тунгакочин. Местные уже задыхаются от дыма. Все подробности в сюжете не пропустите. Что не так с миграционной политикой сейчас и какие изменения вступят в силу со следующего года? Подробнее смотрите в выпуске. Ожидание и реальность или как нынче строят современные жилые комплексы. Не такого благоустройства ожидали счастливые новоселы этих новых домов. Все подробности смотрите прямо сейчас в выпуске новостей. Народный фронт не волшебники, но умеют исполнять мечты детей. Подробности смотрите в этом выпуске. Теперь об этих и других событиях более подробно. Рядом с селом Тунгакочин бушуют пожары. Однако, как гласят официальные ответы, угрозы населенному пункту нет. А значит, рано паниковать. Вот только жители уверены, до беды недалеко. Они молят о помощи, так как каждый день и дети, и старики дышат сплошной горью. Еще в июле этого года мы рассказывали о пожароопасной ситуации в селе Усть-Каринга Тунгакочинского района. На видео страшная задымленность. Лес сгорел около месяца. В конце июня локализовать очаги возгорания помогли дожди. Однако уже вскоре из-за засухи огонь снова заявил о себе. Полыхать стало там, где уже горело. Тогда, как рассказал замглавы Тунгакочинского района Александр Шишмарев, для борьбы с пожаром прибыл вертолетом ЧС России с больше, чем 20 огнеборцами на борту. На календаре конец сентября жители отдаленного района продолжают звонить в редакцию и просить о помощи. Рассказывают, пожар в Тунгакочине бушует с апреля. В пресс-службе Краевого Минприроды прокомментировали происходящее. Цитата. Угрозы для населенного пункта нет. Площадь 18 гектаров. В тушении задействованы 10 человек ГСАУ, 31 авиабазы и 4 единицы техники. Все пожары на территории Тунгакочинского района обслуживаются. Также работают расчеты МЧС и добровольная пожарная дружина. Конец цитаты. Однако у очевидцев на этот счет другое мнение. Но суть-то в том, что мы задыхаемся. Дым дышать нечем. И вообще это кошмар за сопкой. Вот здесь вот острая сопка от нас, она впрямую притекает к улице. Там мы ее называем Толокашек. Я не знаю, как у нее полное это название. Центральное или Советское. Там если этот увал сейчас загорит, там сосны. Там эта улица, и считай, весь Тунгакочин будет под угрозой. Точно так же, как мы вот здесь вот живем. Потому что от нас эта сопка, ну метров 200 может быть, через речку получается. Они, наверное, считают, что если речь, то угрозы нет. Я две недели назад собралась ехать в Читу, в больницу мне, потому что срочно нужно. Я встала вот так вечером, смотрю и говорю, Коля, то ли ехать, то ли нет, потому что огонь полыхает за сопкой. Все это видно. Все это страшно. Несет пепел, несет кору от деревьев. Все это в бочках с водой оседает. У нас три зарода сена стоит. Вы представляете, если эта щепочка упадет на сеночку, будет? К слову, сена, бензин, солярка находятся в каждом дворе. Местные переживают неровен час работы, цепная реакция и село сгорит. Плюс ко всему, от постоянного удушливого дыма у селян ухудшается здоровье. Люди мучаются одышкой, першинем в горле. Стала часто болеть голова, обострились и хронические заболевания сердца. У меня уже в августе месяце маму увозили, я 96 лет. Но там тоже под вопросом, ну, бронхит был, дышать нечем. Кислород был в крови на нуле, поэтому нам предложили ее вывезти. Внук увез в усугли. У меня свекру 85 лет. Он позавчера у меня всю ночь прокашлял, потому что наклонишься к полу, дышать нечем. Одна вот горсть стоит в горле, все вот аж горит. Страшно. И главное, что некуда ткнуться. Такое чувство, что наше районное начальство сверху суглей нашего Тунгакочинского округа, мы их вообще не касаемся. Вот ни в песнях, ни в сказках. Ну, сгорите так сгорите. Что сгорит, то не сгниет. Очевидцы рассказывают, вплотную тушением очагов не занимаются. Приказ тушить только в случае угрозы населенному пункту, которую, судя по всему, власти не видят. У многих местных огнем уже уничтожены ягодники, охотничьи угодья и сено, которое селяне не успели вывезти. Анжелика Понебрашина, Иван Дементьев, Заптовое. На фоне волны преступлений, совершаемых мигрантами, законодательные органы власти начали активно обсуждать изменения в сфере миграционного контроля. Подробнее в сюжете Ивана Батырева. В 2024 году тема пребывания мигрантов в России стала особо острой. В СМИ практически ежедневно сообщается о преступлениях, совершенных приезжими. На фоне всех этих событий, закономерно, что регионы начали вводить ограничения на ведение трудовой деятельности иностранцев в той или иной сфере. Ограничения были введены и в Забайкальском крае. Например, запрет касается нескольких сфер деятельности. Это и торговля, и обработка, и заготовка леса, и осуществление перевозок пассажиров. После теракта в Крокус-Сити-Холл по всей стране начались массовые рейды, по масштабам, сопоставимые с 2013 годом, когда после избиения оперативника на Матвеевском рынке в Москве было задержано свыше полутора тысяч незаконно находящихся на территории России мигрантов. В 2024 году рейды и облавы прошли по всей стране, а не только в западной ее части. Сотни и тысячи иностранных граждан были выдворены из России. В Чите правоохранителей проверили около 10 тысяч мигрантов, было выявлено 93 нарушения. Власти начали спешно разрабатывать законопроекты в сфере государственного контроля миграции. Вот несколько основных изменений по ужесточению контроля в сфере миграционной политики. Иностранцы смогут оформить не более 10 сим-карт. Сроки пребывания в России без визы сократятся вдвое. Появится режим высылки иностранных граждан. Уточнятся правила депортации несовершеннолетних иностранцев. Правила пересечения границы станут строже. Некоторые из этих изменений пока лишь обсуждаются в Государственной Думе. Какие-то вступят в силу с начала 2025 года. Сырость законодательной базы в сфере миграции привела к тому, что на территории страны незаконно находится свыше 700 тысяч иностранцев. Такие цифры назвал курирующий в МВД миграционную политику первый заместитель министра генерал-полковник полиции Александр Горовой. А всего в нашей стране сейчас живут около 6 миллионов 174 тысяч иностранцев. Но это если верить официальным данным. Безвизовый режим пребывания на территории России граждан из стран Центральной Азии является предметом дискуссии уже долгое время. На протяжении многих лет власти на местах не знали или не хотели решать проблему мигрантов. Но вот в активную повестку тема вернулась лишь в конце прошлого года. Преступления совершаются ежедневно, в том числе и приезжими. Волна растущей криминализации вернула в дискусс тему целесообразности трудовой миграции в Россию. И это на фоне того, что за последние годы различные опросы и исследования наоборот показывают, что уровень ксенофобии у граждан России заметно снизился. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сфера миграции нуждается в законодательной проработке. Но не стоит забывать, что нарушение закона и бесконтрольный въезд иностранцев в Россию – дело рук нечистых на руку чиновников и бизнеса, который они курируют. С 1 мая, кстати, частные центры помощи мигрантам уже не имеют права принимать экзамены для рабочего патента. Что мы имеем на сегодня? В апреле этого года в Чите руководство Центра по сдаче языка для иностранцев отправили в СИЗО за взятки. Уголовное дело возбудили в Забайкальском крае после прокурорской проверки, которая выявила в Краевом Центре мигрантов сертификатами из ВУЗа, но при этом не знающих русского языка. Миноборнауки сообщил, что с января по май этого года число не сдавших экзамен по русскому среди мигрантов выросло с 3% до 30%. Закрываются пункты для сдачи из-за выявленных в них нарушений. Между тем, эксперты говорят, что никакой угрозы для экономики России нет. Это видно на примере тех регионов, которые ввели запрет на подобные виды деятельности. По статистике, 13% мигрантов работают в строительстве, остальные в сервисах и на рынках. Вопросы контроля миграции в последнее время все активнее обсуждаются законодателями и представителями гражданского общества с тем, чтобы миграция приносила пользу, а не являлась угрозой национальной безопасности. Иван Батырев, Павел Шухляев, ЗАПТВ Аврора Газ. Газификация 4. Подать заявку можно по следующим адресам. По вопросам, связанным с подачей документов, читинцы могут проконсультироваться и по телефону горячей линии. 8-924-021-2916 Студенты и преподаватели ЗАПГУ жалуются в СМИ на отсутствие отопления в учебных корпусах. При этом в городе топительный сезон, напомним, начался 18 сентября. Студенты сетуют на отсутствие отопления в корпусах факультетов естественных наук, математики, технологии, историко-филологического факультета, факультета экономики и управления. С их слов, температура отличается в разных частях корпуса. Студенты указывают, что из-за холода сидят в куртках на занятиях. По их словам, многие заболевают. Преподаватели включают обогреватели в аудиториях. По студенческим чатам руководство вуза рассылало сообщение от ректора Оксаны Мартыненко по поводу жалоб на холод. Та уверяет, что отопление запускают, что за выходные помещения должны были прогреться и советуют теплее одеваться. Ранее студенты жаловались на холод в общежитии вуза. В пресс-службе ЗАПГУ сообщили, что отопление запустили как положено. Между тем, ситуация повторяется уже второй год. В связи со вступлением в должность главы Забайкалья Александра Осипова, переназначены руководители региональных органов исполнительной власти. Свои места сохранили все, кроме двух чиновников. В связи со стечением срока действия контракта освобожден от занимаемой должности руководителя департамента госимущества земельных отношений Сергей Быстров. Исполнять обязанности руководителя департамента госимущества будет теперь Алена Кабачная. Также в связи со стечением срока действия контракта освобожден от должности руководителя службы по охране объектов культурного наследия на территории Забайкалья Родион Буянов. Исполнять обязанности назначен начальник отдела государственной охраны и сохранение объектов культурного наследия Владимир Нестеренко. Правительство Забайкалья заявляет, что нашло несколько компаний, чтобы заменить регионального оператора по обращению с ТКО. При службе Минприроды, между тем, сообщают, что официально информации по этому поводу пока нет. На оперативном совещании правительства Забайкальского края исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Алексей Гончаров вновь поднял вопрос работы регионального оператора по вывозу мусора. На данный момент нашлось несколько компаний, которые готовы заменить Элерон Плюс, говорится в сообщении ГТРК. В начале сентября губернатор Осипов потребовал от Гончарова, чтобы тот направился к главе российского экологического оператора Денису Буцаеву и просил у него другую компанию, которая могла бы заняться вывозом мусора в Забайкалье. Начальник управления ФСБ по Омской области Алексей Савченков переведен на аналогичную должность в Забайкальский край. Об этом сообщает РБК 24 сентября со ссылкой на свои источники. Как сообщил РБК Омск, источник в силовых структурах, соответствующий указ подписан, но на портале правовых актов не опубликован. Пока Савченков продолжает работать в Омске с 2019 года, руководителем управления ФСБ России по Забайкальскому краю, напомним, был Василий Кондратенко. Информация об этом назначении проходила в омских СМИ, где ранее работал Кондратенко еще неделю назад. Ранее с 2012 года управлением руководил Сергей Козюрин. Департамент по борьбе с коррупцией создали в Забайкалье. Возглавил его Александр Лысков, который ранее руководил аналогичным управлением в администрации губернатора. Главная задача антикоррупционного органа – участвовать в исполнении госполитики по борьбе с коррупцией в крае и следить за тем, чтобы люди, занимающие государственные и муниципальные должности в регионе, соблюдали запреты и правила, направленные на борьбу с коррупцией. Раньше эти полномочия были у администрации губернатора. Прокуратура начала проверку из информации о скандальном ДТП с участием депутата Забайкальского округа Натальи Дондоковой. Об этом говорится в ответе на официальный запрос, направленный редакцией ЗАПРУ. Напомним, депутат, который еще является директором местной школы, сбила пешехода в Забайкальске в преддверии выборов, где она была кандидатом, и теперь ее обвиняют в попытке замять дело. Очевидцы утверждают, что Дондокова могла быть в нетрезвом состоянии за рулем. Депутат поселения Даурская Наталья Панкрашкина обратилась к Андрею Гурулеву с просьбой исключить из партии «Единая Россия» Дондокову и снять с нее полномочия депутата, а также должность директора. Также она написала обращение в краевую прокуратуру. Как сказано в ответе на официальный запрос, обращение Панкрашкины действительно поступало в прокуратуру и находится на рассмотрении. Кроме того, организована проверка по информации, опубликованной сетевым изданием ЗАПРУ. Потратить большие деньги на новое жилье в элитном районе и на выходе получить не то, что было презентовано. В такой ситуации оказались собственники квартир жилого комплекса «Солнечный город». Новоселы недовольны благоустройством придомовой территории. Подробности в материале моих коллег. Чита – город дорогого жилья. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке – 90 тысяч рублей. Если говорить про новостройку, то средний ценник за жилой квадрат – 160 тысяч. Отдавая такие деньги, люди хотят получить достойные условия для комфортного проживания. Жильцы «Солнечного города» хотели так же, но не получилось. Еще на стадии строительства этих красивых новостроек дольщикам презентовали проект. На нем придомовая территория выглядит вот так. После сдачи объектов в эксплуатацию, новоселы из окон своих квартир увидели совсем иную картину. По мнению собственников жилья, застройщик не сдержал свои обещания по благоустройству дворовой территории. Были встречи без протокола, были письменные обращения. Ответы, конечно, нас не устраивают. Все это в пределах норм, как это трактует застройщик. Но сами видите, что у нас сейчас на площадке есть. Деревянный помост, в первую очередь, неизвестен его функционал. В принципе, это небезопасно, с острыми краями, торчащие гвозди, вы сами сейчас все это видели. Это насыпи в количестве трех штук, которые мы очень просим убрать, расширить территорию площадки для детей, снабдить и установить там дополнительные детские оборудования для детей. Это нет ограждения этой детской площадки от машин. А машины у нас идут в круговую по площадке. И правда, на презентационных страницах двор жилого комплекса выглядит очень уютно и без автомобилей. В реальности же весь двор вокруг детской и спортивной площадок заставлен машинами. Обещанной отдельной парковки жильцы так и не увидели. Нет, она есть, но очень тесная. А еще здесь есть вот эти кучи, которые застройщик называет дворовой архитектурой или геопластикой. Сроков по решению вопросов он, кстати, не устанавливает, но обещает совместными усилиями сделать жизнь людей качественной. Странность в том, что постояльцы уже заплатили деньги за обещанное благоустройство, но не могут им пользоваться до сих пор. Обещаний было очень много. Красивый двор без машин, уютная территория, что и детям где погулять есть было, и где отдохнуть. Вот эти вот дизайн кучи наших и всего остального это не нравится, потому что уже в течение года идет эта полемика, все борются, чтобы убрали их, но никак не можем достучаться до нашей строительной компании. Такое отношение со стороны представителей строительной компании не устраивает жильцов солнечного города. Однако застройщик смог объяснить причину такого количества автотранспорта рядом с детской площадкой. Дома новые. Здесь до сих пор еще кто-то не заехал, кто-то делает ремонты. Подъездные пути пока почему не закрываем, потому что материалы, мебель, все это заносится. В будущем мы смотрим, как закрыть и сделать отдельную еще парковку для жителей. Жильцы комплекса обращают внимание и на контейнерную площадку для сбора мусора, которая, как бельмо в глазу, тоже мешает любоваться видом из окна. Расположена она почти посередине двора. Вопрос о ее переносе пытаются решить уже без малого год, но руки ответственных до этого дела так и не дотянулись. Все обязательства, которые должен был исполнить застройщик перед дольщиками, это должна быть контейнерная площадка новая, это должна быть красивая детская площадка. Считаем, что это не выполнено. Эта площадка все-таки стояла давно еще у старого дома, у компании «Регион». В прошлом году мы, нет, в начале этого года мы получили разрешение по переносу, но, понимаете, да, это финансирование, это проектирование площадки. Эта площадка будет интересная, она будет как отдельный арт-объект дизайнерский такой с ночной подсветкой. И эта площадка будет большая, почему? Потому что здесь сразу на все три дома она будет. И представитель застройщика, и руководство управляющей компании уверяют жильцов, это не конечный вариант благоустройства двора. Просьбы жильцов специалисты учитывают, но вот отказаться от дворовой архитектуры не могут. По их мнению, окончательный вариант геопластики будет выглядеть совсем иначе. Говорят, что нужно только подождать. Работу с геопластикой мы начали с апреля этого года. Геопластика была гораздо выше, мы ее сделали ниже. Начали засаживать растениями, кустарниками. И эта работа только начало работы. То есть мы сейчас первую часть высадили, смотрим, как приживаемость будет, и дальше производим их оформление и улучшение. Мы эту работу начали на основе западного стиля. Западный стиль очень достаточно интересный, современный. И мы хотим в Читу привнести именно новый стиль оформления двора. Замечания по наполнению различными элементами детских площадок управляющей компанией тоже будут учтены. Да, мы слышим жителей, мы слышим, что ему нужно будет детскую площадку. Они хотят добавить для более младшего возраста детей. То есть у нас оформлена на возраст 10-12 лет одна площадка, а оформлена на 5-7 лет другая площадка. У нас еще не затронутая возрастная аудитория, это 2-3 года ребятишек. Соответственно, жители хотят видеть благоустройство именно для этой категории детей. И мы их услышали, будем разрабатывать совместно проекты и работу вести в этом направлении. Очень важно нам сохранить первоначальную концепцию, это западный стиль, который привносится в наш город. Мы одни из первооткрывателей будем так говорить, чтобы привнести в наш город новые проекты, новые стили. Наличие строительного мусора, ломанный асфальт, насыпи, грунта – не за это жильцы отдавали свои деньги. Люди хотят жить в комфорте. Застройщик уверяет, работы по благоустройству никто не бросал. Улучшение качества жизни, пусть мелкими шагами, но все же идет. Для Читы такого рода дворовые территории – новинка. Солнечный город стал первым, где решили применить этот непривычный для Читинцев дизайн. Мы первые, кто сделали этот смелый шаг, сделать такую геопластику, такие дворы. Пусть где-то что-то не получается, но мы учитываем мнение жителей, исправляем, что-то делаем. И хочу обратиться к жильцам, наберите терпение, и у нас все будет красиво. Маленький друг редакции ЗАП-ТВ Богдан Коноплев пригласил нашу съемочную группу, чтобы поделиться радостью. Сбылась его заветная мечта. Подробнее расскажет Юлия Банщикова. О чем мечтаешь, когда вырастешь? Кем будешь? Я буду работать на КамАЗе. Ты когда станешь водителем КамАЗа, можно мы приедем к тебе в гости? Ну да, можно, запросто. Это когда он станет взрослым, а сейчас мальчишка мечтает прокатиться на большой машине, чтобы по-настоящему внутри. Детские мечты ведь должны сбываться. Вот и Народный фронт тоже так думают. Поэтому мы приехали на базу, где живут самые разные огромные машины. Кампания является социально ориентированной, несмотря на профиль нашей деятельности. Поэтому помогать людям, исполнять их мечты, я думаю, что это прекрасная идея. В конце концов, мы все вместе живем в одном городе, и мы должны помогать друг другу. Все просто. Когда ребенок о чем-то мечтает, взрослые могут позвонить, договориться, встретиться, и глаза мальчишки будут сиять от счастья. Во время первой нашей встречи Богдан рассказал, что работа корреспондента его тоже очень заинтересовала. А потому будущий водитель-журналист грузовых машин. У Шакмана грузоподъемность 32 тонны. Три оси у Шакмана есть, где шесть колес, а есть четыре, где их восемь. Дружба семьи Коноплевых с Народным фронтом взаимна. Мама Олеся не только принимает помощь, но и сама активно участвует в действиях общественной организации. Создает коробочки добра. Мы очень рады, что стали причастными к этому небольшому, но важному делу. Для нас это несколько часов уделенного времени, а для ребенка это исполненная мечта. На самом деле детские мечты реализуемы, очень часто достижимы. Взрослым не нужно проходить мимо, нужно прислушиваться к голосу детей. И всегда можно сделать каждого ребенка немножко счастливее. Обратите внимание на своих детей. Может быть, сын, который сутками сидит у компьютера и приставки, потому стреляет в монстров, что больше всего на свете мечтает пойти в лес или в горы с отцом, чтобы почувствовать себя экстремалом. Но папа опять без выходных. А дочь без конца смотрит модных блогеров, потому что хочет, чтобы мама устроила с ней показ мод со старыми платьями из бабушкиного шкафа. Но у мамы горит проект. В гонке за деньгами, карьерой, взрослые забывают, что они тоже дети, просто выросли. Дети сидят в обнимку с гаджетами не потому, что их ничем не удивить, а потому что мы сами вручили им чудеса электроники, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Откройте глаза и души. На шагмане сегодня катались. Богданка на плев. Юлия Банщикова, Иван Волобуев и Иван Дементьев. ЗАП-ТВ. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой. Под нашими выпусками новостей на Дзене, Ютубе, Вконтакте. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях. На своих страницах делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. А я с вами прощаюсь. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Спонсор выпуска – салон керамической плитки и напольных покрытий «Керамика Плюс». Более двух тысяч видов керамической плитки. Керамограниц стандартный и широкоформатный. Цены от 600 рублей. Мебель для ванной, душевые ограждения, а также напольные покрытия с гарантией до 25 лет. Дизайн-проект бесплатно. Специальные скидки новоселам и участникам СВО. Салон «Керамика Плюс». Чайковского, 30. Напротив города мастеров. Среда, 25 сентября. Температура воздуха утром составит 2 градуса тепла. Днем – плюс 20. Облачно, без осадков. Температура воздуха вечером составит плюс 10 градусов. Ночью – плюс 2 градуса. Ветер умеренный – от 4 до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – Чита Модорс. Официальный дилер «Джейку» и «Амода» в Забайкальском крае. А у меня на этом все. Пока-пока. Притяжение новых возможностей и технологий. Чита Моторс приглашает в новый дилерский центр «Амода» и «Джейку». Автомобили будущего теперь в нашем автосалоне на улице Ковыльная, 42. До свидания. Автосалоне. Субтитры подогнал «Симон»